Новое видео выходит каждый день в 20.00. Экзамены сдал давно, ну где-то год или два назад, нет, год назад я сдал все эти экзамены, и поэтому теперь я абсолютно свободен, учусь там в колледже и так далее и тому подобное, ни в чем себе не отказываю, в общем, вот, а у редактора, у главного редактора сам World были вот эти вот самые экзамены, вот, и он уже их сдал, и думаю, что теперь, в принципе, вот эти, вы знаете, сам дайджесты будут выходить намного чаще, чем раз в несколько месяцев. Ну ладно, ну ладно, неважно. Ну так вот, что я вам хотел сказать, даже если сам новости выходят раз в месяц, то они все равно, понимаете ли, будут лучше, чем Брулевы, у которого они теперь вообще не выходят, не то чтобы они там, знаете, на фоне кровати или еще что-то, они теперь вообще не выходят, но я думаю, вы понимаете. Хуйяры! Также этот день в тему не хочет добить к лету два пресс-пописчиков. Пододал гондон. Быстро в машину, дура. Окей, садимся. Я и вовсе больше большинству зрителей, всему этому населению YouTube это нравится. Ты будешь моей... Промокод хэштег Луня. А если не хотите, то... Pacific Cost Project. Ребята из Pacific'а выпустили макет своего инвентаря, который выглядит вполне стандартно. Однако, это было более двух недель назад. А что сейчас? Ну, от разработчиков ни слуху ни духу. Как раз сегодня я, то есть редактор, решил обратиться к члену команды проекта Number One и узнать, продолжается эта разработка, и ответ был положительным. Как он утверждает, проект сейчас активно развивается. Сделали много систем, которые выложатся под открытие, сказал он. На вопросы застой группы член команды ответил, что в команде пока не видят смысла делиться своими наработками с публи, а, блядь, не ответил, а отметил, ну, не важно. Что же до открытия, то его планируют организовывать в середине следующего месяца, так что ждать осталось недолго. Что же выйдет у Pacific'а на этот раз? Скоро узнает. GTA Roleplay. 12 апреля открылся новый проект, который смог за день подняться выше планки в 700 человек. Впоследствии разработчики выпускали обновления, но не такие же крупные и нужные. В основном эти обновления были сделаны на поводу трендов. Если ты вдруг не понял, то я говорю о GTA Roleplay. Зачем? Просто хочу констатировать смерть проекта. Сейчас там уже никто не играет. А, на поводу трендов. Ну, ладно, ладно, это... Понимаете, даже если я буду ставить не то ударение в словах русского языка, великого и могущественного, опять же, хочу вам напомнить, русского языка, вот, знаете, мои выпуски новостей, они будут вот как-то намного более насыщеннее и намного более лучше, чем у Брулёва. Амулет Roleplay. Блядь, первый раз, если честно, слышу. Возможно, до этого я тоже что-то вот о данном проекте говорил. Но я вот, если честно, не помню, что за вообще амулет Roleplay и как я вообще могу его знать, почему, зачем, как. Ну, ладно. Ну что, амулет сменил жанр. Что было ожидаемо? Теперь это лайт Roleplay. Разработчики разместили свои планы на ближайшие месяцы и заявили, что следующего открытия стоит ждать 1 августа. Вот их планы. Механику захвата территории ждут кардинальные перемены. Будут введены потребности для персонажей. Появится прокачка персонажа. Более интуитивные перки. У фракции внедрится функция много лидерства. Эм, немного не понял. Однако, ладно. Функция захвата станет бесплатной для любой фракции. Кого, блядь. Ладно, неважно. В оружие можно будет заряжать ограниченное количество патронов. Эм, а до этого как было интересно. То есть там можно было, там, я не знаю, 800 патрон зарядить. А, в плане в магазин, что ли? Ну, наверное, тоже неплохо. Будет добавлено множество решений и заданий для соло игры. Ну, ладно, неважно. А еще я слышал, что амулет изначально был открыт полноценно, а потом втихаря ушел в ОБТ. Вот так пишет редактор. Stage Roleplay. Когда вы в последний раз слышали про Stage, который купила Arizona Games еще зимой? Правильно, в феврале. Что же происходит с проектом на данный момент? На него совсем забили. Или он тайно разрабатывается? Не то и не то, говорит один из разработчиков студии-девелопер Кейпен. Или Кайпен. По его словам, про Stage Roleplay еще помнят. Но на данный момент им никто не занимается. Ибо студия сейчас решает другие проблемы. Родину поднять надо. У Валика там жизнь в деревне открывается. Но, наверное, уже все с Тагестан позабыли. И вряд ли кто надеется на возрождение проекта в том виде, что он получил за годы своей работы. Однако и это может измениться. Посмотрим, как жизнь в деревне отыграет свою заявленную роль медиум ролеплей проекта. А, это будет медиум ролеплей оказывается? Ну, ладно, не важно. ГХВ Project. У ГХВ все плохо. На сервере играют около 10 человек. А количество доступных слотов сокращено до 30. Тем не менее, над проектом все еще работают. Дальше, кину подборку скриншотов, презентующих будущее нововведения на сервере. Так, ну давайте посмотрим. Предложение компании. Ну, в общем, ясно, понятно. Майхом Ролеплей Вайсити. По желанию игроков, Майхом Ролеплей перешел из настоящего времени в 88-й год. Из-за этого, разработчику пришлось адаптировать систему Майхом Ролеплей под другой промежуток времени. Например, интернета в игре не будет. Его заменят журналы. Самый разработчик заявляет, что адаптирует все возможности системы, присущие современности под стилистику 80-х. Бля, вот то, что интернета не будет, там же получается и телефон тогда заберут. Вот это сенсор, ну, то есть мобильный и так далее. Блин, ну вот было бы интересно, на самом деле, посмотреть, как это все работает сейчас вот с этой вот системой журнала. Ну, а зовите, если что, Майхом Ролеплей Вайсити, зовите. Для вас бесплатно сделаю ролик, посмотрю сервер за бесплатный и так далее и тому подобное. Для других серверов это будет стоить больших, огромнейших денег. Потому что, вы знаете, мои вот эти вот ролики про другие сервера, это что-то вот уровень гения там, где-то на уровне Ван Гога. Возможно, даже выше немного, ну ладно, неважно. Ну, а еще было решено сделать абсолютно весь интерфейс на текст-дравах, даже прицел. Слушайте, а вот по скриншотам, вот я так, ну, по скриншотам, которые тут приложены, я смотрю, в принципе, а это неплохая задумка, то это выглядит прям, ну, классно. Ладно, Гранд Ролеплей. Тем временем Гранд Лаунчер обновился, в него вкрутили кастомизацию, иначе моды. Разработчики поставили в GTA Modloader, дали несколько пресетов для прицела и курсора, а также сделали совместимость с AutoHotKey, а так, ну, ничего особенного. Noire Project, или Noirai Project, да, неважно. Разработчики проекта показали текст-драв спидометры, что выглядит весьма аутентично. Кстати, кстати, классно, классно, вот реально я посмотрел, он, кстати, выглядит классно. Также, с сегодняшнего дня начались продажи ключей на ZBT, коих очень мало. Цена одного ключа 300 рублей, если тебе оно надо, то покупай. Я на ZBT, то есть редактор, буду, поэтому без рассказа о серфере ты не останешься в любом случае. Вот будет, кстати, интересно прочитать про Noire Project, давай, давай, было бы неплохо. Modules Playground. На модулях творятся странности. За последнее время в группе появилось три поста, которые впоследствии были удалены. Там было и про сталкер, и про другой новый модуль. Рассказываю, что за суета происходит внутри студии Red Games. Блять, нормальные интонации расставляю, неважно. Первым постом стал опрос, в котором Амин, бывший владелец модула с Playground, предложил решить, нужен ли модуль сталкер людям. Эдакое возрождение того самого модуля. Но в итоге Амин придумал, из чего вытекает следующий пост. Вторым постом стал репост статьи, описывающий новый модуль, посвященный серии игр в Fallout. Все-таки Амин решил сделать Fallout, а не сталкер. Впоследствии проект Амина вышел из состава модуля по своей инициативе, из-за чего пост и удалили. Пропиарился и вышел. Замечательно. И третьим постом стал репост статьи о модуле сталкер. На этот раз им занимаются другие разработчики, которые работают отдельно от Red Games. Пост удалили по причине того, что модуль находится в зачаточном состоянии. А еще Metro Project это последняя, знаете ли, такая новость, мини-новость, мини-дайджест на сегодня. Вот, который только можно было, я не знаю, придумать, предугадать, разгадать и так далее. Вот, потому что там все, что идет после этого, это скриншоты и так далее и тому подобное. Ну, блядь, зачастил я с этим и так далее и тому подобное. В общем, если захотите, сможете сами посмотреть дайджест за 14 июня самолично. Ссылочка на сам World всегда, если мало ли кто-то не знает, находится в описании. Поэтому вы всегда можете зайти и перечитать тот же самый дайджест, только уже, получается, без меня и без какой-то, знаете, такой видеовизуализации. Ну, ладно, я думаю, что это и без меня понятно. А еще Metro Project. В группе была показана станция Киевская, а также различные сооружения, с помощью которых игроки смогут самостоятельно обустраивать станции. Слушайте, вот, не знаю, что за Metro Project, однако жду все проекты, которые были в данном дайджесте на сотрудничество. Пишите мне, пишите моему PR-менеджеру, то есть мне, пишите моему креативному директору, то есть мне, пишите моему монтажеру, то есть мне, пишите моему человеку, который работает со звуком тут у меня везде. То есть это все я, если что, ссылочка на мой ВКонтакте находится в описании, сможете там меня найти, написать, все спросить, сколько, что стоит. Но я вам, опять же, говорю, вот все ролики на каких-то других серверах, вот, которые у меня только есть, это вот все, знаете, на уровне Ван Гога. Вот стилистика данных видеороликов, это вот реально Ван Гог. Вот просто, я не знаю, 12 из 10, 14 из 10, поэтому если вы увидите или услышите, или там, я не знаю, еще откуда-то услышите ошеломляющую цену, там, я не знаю, в очень много сотен рублей, то, пожалуйста, там, я не знаю, не расстраивайтесь, не разочаровывайтесь, просто это потому, что вот ролики, они, понимаете, на уровне Ван Гога. Это просто гений, просто гений, просто мастодонт видеороликов, поэтому ладно. В общем, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока.